Борьба за возобновление угледобычи. Горники шахты Бутовская, что под Макеевкой, ликвидируют последствия артобстрелов. Их предприятие находится в непосредственной близости к линии соприкосновения и попадает под перекрестный огонь. Однако, чтобы не допустить подтопления горных выработок, шахтеры ходили на работу и под обстрелами. Но уберечь дорогостоящее оборудование не удалось. Когда горники снова смогут выдавать уголь на гора, знает Сергей Карпий. Выстрелы сотрудники шахты Бутовская стали слышать еще в июне прошлого года. А 15 августа на промплощадке разорвался первый снаряд. В ту ночь на смене была и Тамара Ивановна. Тут вообще, только вывезли мы людей в смену, это было 7 часов вечера, и начались обстрелы. И все, мы текать, кто куда. Наша шахта находилась, скажем так, между двух огней, потому что здесь постоянно происходили обстрелы территории нашей шахты. Начало разрушений всех, вся территория порвела обстрелы. Избежать разрушений на шахте не удалось. Во время одного из артобстрелов снаряды повредили электроподстанцию. Добычные участки стала заполнять вода. Водоприток шахты составляет у нас 370 метров кубических в час. Энергоснабжение удалось наладить. Воду откачали, но возобновить добычу угля не смогли. Ведь внутришахтное оборудование пострадало от коррозии. Это то самое внутришахтное оборудование, которое было затоплено. Его стоимость исчисляется миллионами гривен. В этом цеху его почистят и снова запустят в эксплуатацию. Приводим в надлежащий вид сам корпус именно трансформаторной подстанции. Несмотря на постоянные обстрелы, сотрудники предприятия бросать работу не собираются. Невзирая на то, что на поверхности рядом здесь идет война, люди все равно понимают, что нужно спасать производство и ездили в шахту. Без работы никуда. Сейчас же день, и сами понимаете, что нужно день и кормить семью. Один день простое мог поставить под вопрос существование шахты. Без работы рисковали остаться почти две тысячи человек. Сейчас горняки планируют своими силами восстановить оборудование и с первого августа начать добычу. Запасов более 18 миллионов. В принципе, работать можно. Было бы оборудование. При прежних объемах добычи таких запасов хватит по меньшей мере на 32 года, говорят на предприятии. Если установится мир, горняки смогут выдавать на гора универсальный уголь и для печного отопления, и для использования в энергетике. Сергей Карпий, Виталий Богачук, Телеканал Донбасс.